Трудяги, всем утро доброе. Угадайте, где пряники? А, мы уже угадали. Давайте я вам расскажу. Вы находитесь в дивизионной механической обработке на участке Акуба. То есть, данный участок у нас появился в результате того, что мы здесь диверсифицируем производство. То есть, по импортозамещению мы купили у японцев полностью всю их технологию пока сборки. То есть, мы у себя купили все чертежи, мы у себя собираем. В этом цеху что собирается? На данном участке собирается коробка передач механическая для трактора 2375, то есть двухтысячной серии. И дифференциал для трехтысячной серии. То есть, пока мы собираем, но в планах на следующий год мы уже будем на эту коробку изготавливать и шестерни, и валы. То есть, вот такой вот квотат здесь есть, есть по старту этого проекта. Можете посмотреть наверху. То есть, пойдемте. Пойдемте. Ну, 2375 это ваш классический, который первый вот этот, да? Самый большой? Да, нет, это средний. Но он первый самый был? Да, он самый первый. То есть, вот у нас, вот эта коробка передач. То есть, вот он. То есть, вот все, что зелененьким, у нас будет изготавливаться в России. Сейчас, на данный момент, мы только собираем. Собираете, получается, это же канадский трактор с корнями, да? Да, это канадский трактор, а коробка передачи сготавливается в Японии компания Акуба. Она так и изготавливалась там, да? Да. Просто сейчас чертежи будут полностью... То есть, чертежи мы уже купили, и всю технологию сборки мы у них купили. Она будет русифицирована, скажем. Да, она будет, в конечном итоге, русифицирована. То есть, вот зелененьким отмечены все детали, которые у нас в России изготавливаются и собираются. Окей. То есть, это вот этот трактор. Ну, я понял, который я самое первое видел, у нас еще в полковице, там, в соседнем хозяйстве крупном. Ну, участок начинает в следующем. То есть, вот склад, на котором есть комплектовщики, то есть, все необходимое для сборки находится здесь. То есть, комплектовщики, вот, коробка комплекты комплектуют и выставляют в начало участка. Понял. Ну, ничего сложного. Да, ничего сложного. Ну, и дальше. Здесь специальная тара из нержавейки. Эти детали ставятся в мойку. И промываются. А, это не изготовились после, да, смыть там масляные свежицы? Да, то есть, во время транспортировки мы обеспечим, должна обеспечить чистоту при сборке. То есть, мы все детали моем. Сталь, че? Ну, это пока японская все. Это все привозное? То есть, пока все привозное, да. Потом это будет у нас изготовлено? Потом это будет у нас, да. Вот мы уже изготовили в России корпус коробки. Ну, вот этот большой. Мы сейчас посмотрим. Ну, я понял, основной. Ну, куда все складывается? Да, то это мы его уже изготовили. И у нас будет в декабре опытная партия уже полностью на российском корпусе. Но эти еще нет. Эти еще нет. Я понял. То есть, здесь мы воем. И дальше на сборку. То есть, здесь оборудованы рабочие места для сборки. То есть, это для подсборки коробки. Это для подсборки сборки дифференцала. Ну, то есть, ошибиться невозможно. Да, для того, чтобы еще более обезопасить работников, сборщиков, как правильно собирать, у нас есть визуальная технология. А, он в процессе все смотрит и делает сразу, да? Да, да. И здесь показывают, видите, что нужно необходимо сделать. Здесь все написано. Даже есть умные ключи, которые между компьютерами с собой связываются по Wi-Fi. И подсказывают работнику, какую на данной операции нужно взять головку, тут забирается соответствующий светодиодик. И поставить на динаметрический ключ, для того, чтобы затянуть с определенным моментом затяжки. Этот момент затяжки, его значение передается в компьютер. То есть, так формируется история болезни коробки передач. В общем, если все окей, загорается зеленая лампочка, все окей. Не ошибешься. Не ошибешься, да. Понял. Так, подсборки сделали. И уже на сборочные... А, вот сам корпус, да? Да, вот сам корпус, да. Вот он собирает. И все у нас показывают, какие операции он должен друг по другу... Комплектующие, все прокладки, все подшипники, пока они русские, да? Пока они русские, да. Ну, подшипники не будут русские. Нет, я имею в виду и прокладки, которые тоже завозите, да? Да, да, да. Ну, здесь люди у нас обучались в Японии три недели. Туда приезжали? Ну, сначала туда уезжали, там обучались, потом приехали сюда, мы здесь им создали рабочие места, и через месяц приехали японские наши коллеги. И вместе с ними мы здесь собрали пять коробок, японцы посмотрели, сделали свое одобрение. Мы, соответственно, устанавливаем стенд, который имитирует полностью работу трактора на всех оборотах, с высокими, низкими, под давлением, под нагрузкой, то есть все возможные, то, что может происходить на тракторе, мы здесь все имитируем и получаем результаты. Каждую коробку? Каждую, сто процентов. Соответственно, все результаты записываются, опять же. Это чтобы никакая, да, никакая прокладочка, садник не побежал нигде. Да, это показывает то, что мы стянули, он вытянулся и все поры закрылись. Потом, когда мы отправляем, мы ее будем обрезать. Мы начали с августа месяца. Ну, где-то в августе было 38, и в сентябре 79. То есть больше 100, да. Половина, наверное, тут стоит, да? Ну, вот они, все изготовлены. Здесь к нам уже приезжал Мишустин, около этих коробок фотографировался. Выпуск вообще тракторов 2375, он так и будет продолжаться? Да, конечно. Ну, получается... Ну, это массовая модель. А дальше уже под модель, это уже выше, да? Дальше модель будет трехтысячная серия, это более мощность. И тысячная модель, это менее мощности. Это вот мы на... Это мы на тракторном участке. Да, все, все, окей. Так, дальше коробка собралась, дальше подтягивается, да? Дальше к ней прикручиваются вот эти вот так называемые кронштейны для установки на трактор. И она идет в окраску. Здесь просто дополнительная проверка, летучий контроль, который проверяет момент соединения. Все, да, за этим... А? За механизмом сборки, да, после механизма сборки все проверяется. Да, да, да. То есть, вот видите, у нее... Ну, там не только крепления, да, там еще какие-то механизмы добавляются. Ну, устанавливаются насосы. Вот у тебя красненький, маленький? Вот эти. Плюс устанавливается маслозаливная труба. Ага. И вот в таком виде она отправляет... И вот это, да, наверное? Это фланец. А, на красным цветом, как это? Как черным она красится. Или черным уже? Да. А масло заливается? Масло заливается здесь же. Она заливается, вот, на обкаточном стенде. А потом что-то я не... Здесь, ну, она сливается после обкаточки. Сюда должны сейчас залить новое свежее масло, да. Все, понял. Потому что в момент прикатки, после шестилен все равно, есть какие-то окалины. Так, дальше покрасили и увозят, да, на установку. Да, с покраски сразу уходит на установку. Уже в трактора, на сколько трактор. Все, понял. Все? В принципе, все, да? Они все уже пронумерованы и все на какой-то трактор будут ставиться, да? Да. Понял. Ну, что, пойдем дальше? Это курокки от трактора. Ты молодец. Ну, что, пойдемте дальше. В принципе, понял. Все. Мишустина нет в комплекте, ну ладно. Да, 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 да. Это Ростовский пресно-производ завод. Это наша группа компании. Он 80% всего... Жизнь? Да. Подкину, когда мы. Это ростовий стакан. Хорошо. Он производит 80% всех деталей на потребность ростов. Ну, у комбайнового завода Росельмаш и 20% у нас уходит на внешних потребителей. Здесь у нас можно посмотреть, что будет происходить детали абсолютно для различных направлений, как автопром, то есть, может быть, флот и различные другие машины. И для бытовой техники тоже, все это против. То есть, однако, если у вас есть эта техника, то, возможно, часть ее где-то была здесь произведена. А маркировка есть, Росельмаш, типа, сделал? Что? Маркировка, ну, что, Росельмаш сделал? Никак не найдешь? Здесь? Нет, ну, это же не Росельмаш, это другая. Это завод в заводе у вас? Это завод в руку компании Росельмаш. То есть, этот другой. Ростовский пресно-производ завод, это как наша часть, но юридическая отдельная лица. Смотрите, да, у нас часто приходят, либо вот в таких больших рулонах, потом дальше он идет и разматывается рельсы на отдельные куски. А отход откуда приходит? От наших кустовщиков. А металл? От такого, кстати, есть толщины. Также у нас есть литейное производство, куда потом выходят все отходы непосредственно. То есть, в принципе, можно сказать, что у нас безотходный производство. Такие-то маленькие части отхода мы возвращаем и переплавляем за сутки. Здесь они раскручиваются, за сутки готовы. После чего отправляются, что они должен суток, либо налажив, то зависит от той детали, которая нужна нам в данном месте. В принципе, количество деталей наличие в столбе. В порядке 29 тысяч только наименований. Я уже не говорю про количество в общем. Ага. Понял. Есть еще штампы, здесь еще более такие старые вещи. Здесь хранится огромное количество штампов еще старых для наших стали. Каких? Советских времен? Да. А завод с какого года? Завод более 90 лет. Смотрите, у нас в основном здесь, вот именно РФРЗ, он работает круглосуточно, без остановок. У них есть перерывы. Вот я так понял, вот это все есть в СССР еще, да? Да. Ну вот здесь вот вы можете видеть стампы, вот именно на выходе вот в полетных скиллажах. Кронбарки у нас автоматические, то есть улетайте, нет, вот женщин-теронавщиков, как было в советское время. Они все на радиоуправлении, вы можете спокойно управлять, если делать, ведутся. Говорит, стой. Нас бросили. Все? Ага. А я думал, вы сказали, стой. Не, в СССР как было? Я вот сколько читал, смотрел, там девушка, депутат, да, сначала отсидела в думе, а потом смену на заводе отработала. Зря ушло это. В основном, это наши подходы. В основном, это наши подходы. Они лежат в металл. И, как говорится, они сейчас подходят в ладьбе. Мужчины. Трудяги Пашук. Здесь у нас вот в таком виде, после чего мы поставляем на наши новые стадки немецкого производства, наши стадки. И непосредственно получаем готовые детали, которые отсюда потом либо идут в таком-то количестве на запас на склад, либо мы потом просто передаем на сварочные стадки, где уже непосредственно происходит формирование готовых деталей. Здесь мы можем видеть, как вырезается готовый деталей, который после трактора на производство готовой машины. Ну, не только трактора, да, я так понял, все это остальное. Конечно, и компания, и трактора, это все идет туда, так ли, что у нас в сторону. Ну, непосредственно, как трактора, чуть-чуть, более толстый металл. Ну, как отод лежит, я так понял, да? Ну, приблизительно, да. У Пальни, вот, несколько лет назад у нас появился новый стадок, которого всего два в мире в Германии и у нас. Всего два? Да. Он выравнивает... А где он? Ну, я тут не удалю. Нифига себе. Он выравнивает у нас, в принципе, лист так, чтобы потом, когда будем варить на сварке, затраты были меньше. То есть, чем более ровная поверхность, тем меньше будет сварочный шок. И в этом я его, как бы, принес. Так-то да. Это запчасти, что ли? Да. Ну, это уже готовые детали, которые, вероятнее всего, идут на сварку, на окраску и так далее. И после чего они уже переходят к готовому производству, дальше будет по производственной линии. А, понял. И происходит непосредственно с бок, вот, это то, что мы говорим, вот так. Вот это? Да. Мы используем кладёте листы. Они выравниваются вот под теми роликами на стройке, чтобы было ровное поверхность. И здесь за торопи, там, с миром, вот, с кем-то, 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 с кем-то. Он быстро проверяет, смотрит, подходит ли это пост на карте, а то пропускает дальше производство. Но всё наше современное производство, оно, в принципе, сокращает наши потери по браку, которые, в принципе, могли быть раньше. Потому что брейхерина в производстве, это, ну, к сожалению, это норма, но если мы начинаем отсюда уже в хорошем, такие, знаете, посылом, что у нас в хорошем современной производстве, вот, брака ждала в Росе-Бунике, а где его вопреки? На паспрацах человек не стоит, ну, комфортно, главное контролировать не время. Нет, а как вы говорите, как у СССР было? Так же и было? Нет, не были, там, шаги, вот там, вверху сидели, когда мы проводили кран, включался звук в движении крана. Да, человек в радиоуправлении спокойно делает специальным схемам стропов, его берёт, убирает и передаёт всё спокойно дальше. Понял. Ну, так женский коллектив тоже в цеху много, так, да, достаточно? Здесь, да, на сборочных участках нет, но на сварке и на сборке очень мало. А краски, да, на краски довольно большой, как у женщин, если они деморируют, как у женщин. А всего количества рабочих мест больше шести тысяч, да, скажем? Порядка шести тысяч в общем, это с собственными сотрудниками, здесь, или вот. Ну, есть ледные и ночные схемы. На штуру схемы может работать расстроенный завод и ограниченные линии. Сборка, сварка, они не работают в ночь. Не работают вообще, да? В ночь не работают, в принципе, работают, конечно. У нас так же существует корпоративный стандарт по разметке. Все какие-то движущие или опасные части мы размечаем специальными, фигенальными такими чёрно-жёлтыми полосами, зелёные. Это всё сделано по стандарту предприятий всей группы компаний. Наши заводы находятся в Морозовске. Там будет по производству топторов жадок. На Гранту делаете запчасти, да? Да. На Ладу Гранту запчасти? Ещё раз. На Ладу Гранту? Ну, возможно. Да, делаете. Вы металл похрепче подкиньте. Какой-нибудь, какой там лежит потолще, чтобы это... Потолще, который на трактор идёт, вот обязательно. Да, да, да. Дальше куда? Дальше мы поим с вами на сборку. В Сербце Ростов. Самое интересное? В Сербце Ростов. Да, самое интересное. Сначала мы поим на малую нашу новую сборку, там, где производится Торум и РСМ-161, самые наши мощные машины проектные, которые сейчас уже пропустят. Какой Дельта Трак? Трак у нас идёт в другом цеху, если он сегодня есть у нас в монтаже, то я вам его покажу. Надо показать. Надо показать. У меня больше всего люди спрашивают, а почему Ростсельмаш не делает там для потребителей, для маленьких, там, хозяев трактора, там, 100 лошадей, 150 не планируют, 200? Ну, по тракторам не могу сказать, но по комбайнам могу сказать, что мы производим такие комбайны. Ну, допустим, у нас есть комбайн Nova, который мы производим для малых фермеров в уходе. Это что, Нива, что ли? Nova? Нет. Это не Нива, сегодня посмотрим сами. А то там я где-то видел, какую-то то ли Ниву перезапустили, я думаю, что же вы так не любите фермеров-то. Нет, 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 это что, нет, нет. Нет? Я позвонила, можно? Ну, ладно. Окей. Ты что, отстал? Не сидел.